Я начал сверху, я отправил фильмы, книги, в том числе бумажные, Лукашенко. Еще было мирное время, я полагал, что учитывая, что у него до всего доходят руки, в отличие от наших, мои материалы, путь до Путина не дошли, по пути мудрые были отправлены на соответствующие органы и исчезли без следа. А Лукашенко я все-таки получил, отправляя ему ответ от замминистра сельскохозяйства. Очень хороший ответ. Как он меня похвалил? Правда, сказал, что извините, вас советы только для датчиков. А правительственным с удовольствием они не годятся, потому что у нас регламент. Это слово регламент говорит о том, что мы имеем дело не с дураками, нет, с литяями. А это разные вещи, литяя не умная, он знает, что если полагаться на технологию Железова, придется начинать работать, то есть переделать регламент. Ну а датчики, ну вот он получил мои, вот этот товарищ получил мои диски и, как видите, повторяю, был просто потрясен увиденным. Ну а теперь технология. Итак, о прививках кладу их деревьев. Кое-какие способы, какие способы самые лучшие, по мнению Железова, самыми надежными являются лучшая капулировка и вращеб. Совершенно верно. При вове и подвозе имеются крепко и надежно. А вот окулировка глазком и простая капулировка, не вполне надежный способ прививки. Первый может вымерзнуть с ровозимой. Знаете, когда, это там страшный рано всегда. Когда в этот глазок при этом, вживляет, а вживляет достаточно толстую ветку, или не ветку, а штамп. И пусть какая-то пошла. Росток этот, пока не отрежешь, росток растения будет толком. Получает страшная рана. Вот. Эх, я не готов. Надо было вам показать такую рану. Мы подчеркнулись, какую рану делает доктор наук. Так, 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 так. А вы знаете, а пусть будет один-два фирма. Давайте ничего не упускать. Вот. Все-таки у него не было такой возможности. Он просто говорит, Железов считается, что при вове и капуле, а курировка не годится. Ладно. Поехали искать. Итак. Вот это моя публикация из СМИ. Помню, где-то в нижней части. Я вам хочу показать саженец, который садил доктор наук. Считаю, что он нас учит. А за такую учебу, вот, чуть не сказал, надо... А, сегодня 8 марта праздник. А то я чуть не сказал, что надо морду набить. Вот. За сам факт, что он в руках держит глубочайшего инвалида. Вот. А это, значит, приучает нас. Это не шутки. Вот она, пожалуйста. Вот заметьте. Человек в саде, да? Про саму посадку. Про посадку в ямку. Про посадку еще с бортиками. Я называю это смертельно. Я сейчас не буду говорить. Вон он, доктор наук. Знаете, почему нет его физиономии? Да не хочу его позорить. Настоящий доктор наук. Вот. Внимание. Вот она, ямка. Она еще проваливается на полметра. Какого дерьма там только нет. Вот она. Доктор наук не мог найти нормального саженца. Это и есть охудровка. Иметь страшнейшую рану в основании штампа. Это немыслимо. Это чудовищно. Бывает так же делают, но раньше пока. Поживляют раньше, когда... Ведь это был отрезан этот подвой, в котором оживлена была почка. Вот она полезла вверх. Но уже поздно было. Уже перерос. Уже меньше раны сделать невозможно. Еще такое мнение, что он ее не замазывал. Ну так, на дурака. Вот посмотрите. Посмотрели? Ну что будем делать? Будем дальше двигать. Что делать? Итак, вы поняли, почему окулировка глазком. Я против. Ужас. Смертельный ужас. Это все на весь экран. Это невероятно, что это творилось-то. Ну а простая окулировка. Я про нее много говорить не буду. Когда окулировка называется улучшенная, и улучшенная, там еще делается расчет, вставляется расчет в расчет, получается довольно крепкое соединение. Плюс сильная замотка, и держит на ветру. А когда простая, расчет, а нет замка, нет, она, это надо, чтобы не было первый, второй год, сильно ветра, тогда уж надежно срастется. Вот так падали, у меня падали. Пришлось отказаться. И мой совет. Самыми надежными являются улучшенная окулировка и расчет. Это есть. И там, и там получается замок. И получается, что это, это у меня, из, так сказать, моих наблюдений. Вот. Ну а это? Ну, как не стыдно. Доктор наук. Идем дальше. Итак, прививку за кору, которую мы проведем в конце апреля, начале мая, Зелезов рекомендую делать только на тонких подвоях. На тонких подвоях сереньки приживаются по кругу, среза, середина сохнет и гниет. Через 7-10 лет приводит к облому веток. Совершенно верно. Тут он прав, тут он верно подветил мой опыт. Вот. Прививочные ножи он рекомендует использовать импортные. Из Германии, Швеции, Финляндии. Российские ножи для прививок требуют доводки. Лизия прививочного ножа должно быть тонким. Так что, наверное, какие были толстые ножи? Я первое время покупал. И вот этот вот, который похож на серп, толстый, еще вот такой вот серповидный. Вот. Хорошо, что он у меня потерялся. Вот. А германские это чудо ножи. А что мне делать? Надо показать, наверное. Ага. А давайте-ка сейчас. Знаете, где мы его найдем? Мы его найдем чуть-чуть в другом месте. Вот. Мы его найдем там, где у меня папка под названием прививки. Вот чудо нож был. Сейчас такой не купите. Ой, какой нож был чудесный. Я его просто потерял. Потом горевал целый год. Вот. Нож, который хитрый, подлый, людям продают как привычный. Он на самом деле кулировочный. Даже если приглядеться, вот этот зеленый квадратик, видите? Я не могу сделать крупнее. Вот. А зеленый квадратика, вы смотрите, вот эта пяточка, вот она, он отгибает кору. Да, и тогда получается та самая кулировка. Ну, человек просил нож прививочный, и мы прислали вот это. Плюс вот эту вот ленту. Оно мне не тут. Я получаю подарок. А, ладно, я инструменты кинул. Пригодится для санкций. Это сантехническая лента обычно. Кто-то схитрил. Обычную сантехническую ленту, которая как сопли ведет себя. Плюс нож заточили на обе стороны. И режется хлеб. И то еще надо его подточить получше, чтобы хлеб резал и бутерброды делать. И вот это вот мне прислали в виде набора прививочного для прививок. Чем хотел доброе дело сделать? Ну, а я что, развел руками? Вот. И теперь использую вот эту фотографию, которую мне прислали. Что вот. для того, чтобы получить вас. Не покупайте. А недавно кто-то такой же нож прислал, только здесь написал самурай. Я посчитал заклепки. Раз, два, три, четыре. И вот здесь прочитал, что тут написано. Вот. Там форма, она же та же. И вдруг написано в инструкции. Заточено на одну сторону. Человек говорит, а вдруг все-таки как вы говорите на две стороны? Я говорю, не знаю. Вот купите, а это же импорт. Выбросите деньги несколько тысяч. Стараюсь, скажете мне. Хоть раз и не обманули. Ну что ж, идем дальше. И так, нет, нет, не идем, не идем. Давайте до конца. Вы смотрите. Итак, мы посмотрели на хороший нож на утерянный. Мы посмотрели на нож, который не годится. То есть, человека просто обманули. А дальше мы сейчас будем сколько у меня тут темы интересные. Попробую я сейчас полишу до самого нижнего. Не тут ли у меня нож, которым я пользуюсь. Не могу пропустить. Он меня комментирует, я его комментирую. Беларусь. Вот так и живем. Ножик, ножик. Теперь лето моя кончилось. Клавочка закрылась навсегда. а то, что вам сайте техническую предложат, вот так. Вот используйте для обладки труб. Так, южи где. Упаси вас Боже делать прививки вот этим с превышенным секатором. Подлость невероятная, невероятная, абсолютно негодный. А люди этого не знают, и сколько будет миллионов попыток глупых, смертельно опасных для дерева. В принципе, но что уже видел вот тот вот он, только плохо видно. Здесь написано Германии, они же с Сельсия. Нет, я все-таки надеюсь, его дойти. Это моя учеба. Должна быть здесь, должен быть вот тоже. А, интересный человек взял нож передел, да. Затачил капитально. и все. Умницы могут из обычной ножа сделать в привыче нож. Повторяю, заточка на одну сторону. Заточка на одну сторону. Когда хорошая прививка, за один год вырастает вот такое чудо. Прививка и нож одна из составляющих успехов. Понятно? Вот там, где она от ее пояса и доверху. Два полнометра. Это за один год. За одно лето. А, не полное лето. Еще раз, чтобы поверили. Вот там, где у нее это самое, ну, где-то, вот, возьму, где у нее левая рука, нижняя рука. Вот это отсюда начинается ветка. Заметьте, еще чуть ли не пол-лета впереди. вот так вот. Еще будет расти-расти. Это за раз, за один раз. Так, ладно, где мы были? Где мы были? Ничего, затворите, пусть медленно, зато скажем, какими комментариями. Вот он, этот нож. Это один из лучших ножей, может, финский, не знаю, здесь написано, «Виктория Ру». В общем, попробуйте сами прочитать. Великолепный нож, их расторнял, купил партию Сопрона Антона Левича и подарил мне вот этот нож. Остальные продал, но больше уже не связывался, потому что они стали еще дороже. Больше качества перекупщиков он не выступал. Нашел, смотрите, вот. Германии Солин, Солин, Солинген. Примерно так, Германии Солинген. Попробуйте его выписать. Вот это чудо нож. Вот. Я его подарил сыну Сергею, сам пользуюсь тем, который показывал перед этим. Все, еще одну тему раскрыли. И все, одну тему раскрыли. читаем дальше. Итак, с ПРОНОЖ поговорили. Прививку на штампе нужно делать как можно ниже, тогда весок из колей пойдет в серенок, и он будет быстро расти. Ну, это вот так решал. Здесь еще и другое. чем ниже, тем эффектнее. Хотя бы потому, что там, как бы, чем ниже, тем раньше появился этот кусочек. Если взять, опять придется сюда лезть. Вот он, архив. Сейчас я примерно вот я делаю. я стараюсь, если это, допустим, у меня скелетная прививка, как можно ниже, это, поверьте, там под пальцами всего несколько сантиметров. Вот. Это раз. А если я делаю на коленях у земли. Так. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ага, Ну, пусть это за столом. Но, как можно ближе к основанию. То есть, привыка за столом тоже заслужит внимания. Вот если бы там плохо видно, вот здесь уже под, где у меня две фаланги, да? Вот всего полпальца, а дальше уже корни начинают. Вот здесь примерно сантиметр, да, кардио-шеки. Даже меньше, полсантиметра. Как можно ниже. Ну, подробнее не буду. Для этого есть отдельная тема под названием прививка. Так, теперь, если привить, был момент, я прочитал в одной солидной газете, мне вот это, то, что мне говорят, что малоизвестен, то же время знаменитый, но на меня уже начнет ссываться. И вот было человек, прекрасный прививки на высоте 30 метров. Вот эти 30 метров засняли в голове у сотен тысяч садоводов. Потому что кто-то когда-то пропагандировал именно это. Не у земли, а 30 сантиметров. Это вот столько, смотрите. Вот столько, видите. Два раза вот по столько. и у человека прекрасный саженцы, и он говорит, а железов рекомендует, у самой земли, а я не согласен, ну, посмотрите, какие санкции прекрасные. А вот взять, и так попробовать, и по железу, и тогда он увидел, что мы санкции-то два раза-то мощнее, и просто выше. Это еще не хорошего, да мало, когда просто там и другие причины бывают. Растет как это, самое, и растет, нет, там все гораздо сложнее. Но сравнить он не стал. Он железу привел, а вот железу считает, спасибо, что бы я хотя бы известен назвали. Идем дальше. Вот, меня не переделать, потому что я врачу, и я потом, надеюсь, что вы на моем бываете, вот это вот, смотрите, это мой канал. Здесь 3,5 тысячи фирмах. Вот они. Смотрят. Здесь есть фирмы на все темы. 3,5 тысячи это не шутки. Позвольте представить. Это государственная племя, учитывая, что ни одного плохого совета, и полностью новая технология. Но, забывая ее вручить, это ладно, бывает. Но, и, это самое, наука не спешит воспользоваться этим. И вот, получается, что? Значит, если это последовать, да, то, здесь уже получается, ну, что ли, как можно подробнее, так можно сказать. Вот. Как же тема здесь будет подробнее, 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 и мало просматривая. Это тоже, видите, 300, 400, 700, крайне мало. Теперь мне нужно, нужно, знаете, что сделать? Я оттуда, вот так вышел, случайно выскончил оттуда. Теперь, наверное, мне надо вернуться туда. Сейчас объясню, чем делать. Сейчас объясню. Так. Целая проблема. А, вот сюда выйдем. Ничего, что маленький сбой бывает. Вот. вот это самая статья. Здесь написано, статья для фильма, она ждала несколько лет своего часа. Вот тут мы остановились. Вот. получается, не просто будет черенок быстро расти, если бы у меня были бы совсем другие возможности, но я не могу так сильно распыляться. Я бы показал пятимесячные саженцы, которые вырастают, если по двое трехлетний, за пять месяцев они становятся как бы трехлетними. Мосинский лет, тысячи цветочек пульсик и два два с половиной метра роста. У меня есть фотографии, я ничего не выдумываю. У меня есть свидетели. Вот. Трое ученых. Это Байкова, кандидат УК, директор ГСО. Это Курдюмов, напустите Берязевки. Кто не знает Курдюмов, ну-ка скажите. Вот. И наконец этот Руслан Полода Скамилов, курировал Моисад в течение десятков лет. Кандидат УК Завлап. Акадские ученые. И вот все при их участии. Не участие, а свидетельство. А это все можно делать только если привык как можно ниже. Надеюсь увидел. Теперь на одно дерево желательно прийти несколько сортов. Тогда будет лучше опылить пчелами и уши ровлядности. Не то, что желательно. Это я не в качестве такого совета когда я давлю на кого-то обязательно приведите. Можно посадить несколько деревян и все будет в порядке. А бывало на одно дерево я делал так. Один раз сделал учебный фильм. Видимо товарищ который меня здесь комментирует он уже увидел. Потому что я всего один раз показал фотографию. а может этот фильм как раз и попался. Я срезал эта груша одна одинокая росла лесная красавица. Я взял с другого сада. Был такой момент. Вечебный фильм. Я срезал несколько прекрасных цветущих веток. Поставил трех литровую банку. Банку дырю воды. Поставил на маленький столик. Столик под цветущую грушу. Лесная красавица которая перед этим доломала плодов. Вот этот букет прекрасный такой мощный. Это не была прививка. Это была хитрость. Может быть это негуманно когда я расширяю познание. Негуманно срезать 5-8 веток поставить банку и потом же их выбрасывать когда пчелы насчет опалять. Вот. Ну а откуда взялись суперрожаи в том числе и потому что у меня действительно на многих деревьях было подветы в прививке. Не потому что это было специально для опаляния. Нет. Я просто испытывал новые сорта. А их испытывали цветут. При этом естественно хуже не будет. Это точно. А лучше может быть. Вот так я примерно прокомментировал в комментарии в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!